Девушки отдыхают А пока могу лишь приоткрыть разгадку. Я люблю джаз и наше путешествие в Ростов было на него похоже. Сплошная импровизация. Сюда мы убежали от дождя, его прогнозировали и он лил все выходные. Здесь же скрылись от серости в надежде, что в неизведанном городе погода не помешает нам гулять, дышать свежим воздухом и заряжаться радостью. Москва проводила нас дождем. Здесь, конечно, тоже прохладненько, но погода значительно лучше. Небо затянуто, но есть голубая полоска неба, а значит есть надежда на то, что все-таки не целый день будет идти дождь. Искать маршрутки или брать такси, чтобы добраться здесь нет никакого смысла. Пешком идти минут 10, ну или 15, если уж совсем не торопиться. Местность в районе вокзала настораживает, но дальше все лучше и лучше. Около километра дороги в целом очень живописной, с деревянными домиками и прекрасным зданием гимназии по пути. В середине мая Ростов-Великий более чем прекрасен. Все цветет, все зеленое. Белые вишни, абрикосы просто потрясающе. Не буду лукавить и приукрашать. Знакомство с городом мы начали не с Кремля или озера, а с еды. И здесь есть о чем рассказать. Перескнули и зашли в кафе прямо напротив Кремля. Цены удивили и удивили приятно. Не буду говорить слово дешево, скажу, что вполне доступно для путешественников. Блюда русской кухни. В меню все представлено очень аппетитно. Описания заменяют картинки. Например, блинчики с карамелью, которую варят сами. Но сразу хочется попробовать, что же тут за карамель такая особенная. Галочка маркетингу. Мы уже были в Ярославле и заметили, что там многие кафе продают свои сувениры и придумывают какие-то затеи для посетителей. Видимо, этой тенденцией следуют и другие города-области. Например, здесь предлагают посетителям облачиться в богатыря. Вы думаете, что все это бутафория? Вес такой, что я пожалела позвоночник и не стала надевать еще и кольчугу. Атмосферно, весело и совершенно бесплатно. По желанию предлагают оставить пожертвование князю. Большой плюс этого места, что еду можно заказать с собой. Ее аккуратно упаковывают в контейнеры и неси обед хоть в гостиницу, хоть на озеро. Ну а мы в первый раз пошли к берегу налегке. Я оказалась в ловушке. Грунтовые тропинки, скрип заборов и даже порой пение петухов слышалось. Хоть Ростов это и город, но город очень спокойный. И в центре особенно смешанный со стариной. Конечно, путь был не без сюрпризов. Не богатырями едины славен Ростов великий. К озеру Нера можно было дойти за пять минут, но мы добирались подольше. Хотелось полюбоваться цветущими деревьями, подышать ароматным весенним воздухом с примесью моря. Близость воды делает свое дело. Сфотографироваться в конце концов. Вдруг дождь скоро пойдет. Все-таки прогноз был печальный и в Ростове тоже. Озеро Нера встретило нас ветром. Но я люблю ветер. Мне было хорошо на берегу. Да, это, конечно, не море. Здесь видим другой берег, но здесь вода плещется. Здесь летают чайки. Здесь запах, как на море. Здесь просто потрясающе. Здесь хочется остаться подольше. Может, из-за погоды, но на озере было очень мало людей. Почти никого. И, как нам позже сказали, сезон водной активности здесь начинается ближе к концу мая. А пока катамараны у берега лишь доказывают факт наличия здесь катамаранов. Мне кажется, сейчас все, кто здесь гуляет, это люди с поезда Москва-Ярославль. Все путешествие нас сопровождал колокольный звон. Я бы сказала, колокольное пение. Оно не было однообразным и очень умиротворяло. Высокие и низкие колокола приводили душу в порядок. Это, пожалуй, единственный стереотип, который Ростов оправдал. В центре города нас встречает колокольный звон. Здесь очень много церквей и купола видны еще от ЖД вокзала. И кажется, что здесь должен звучать именно колокольный звон. Наша гостиница располагается в старинной усадьбе. Жить мы сегодня будем в здании, которое построено в 1781 году. Да, гостиница с окнами, выходящими на Кремль, такого у нас еще не было. Хотя за те же деньги можно было поселиться еще круче, прямо в Кремле. Но об этом позже. А пока нас встречает отель «Леон». Здесь вдоль всех стен фотографии, картины с изображением Ростова. Никаких Венеции, никаких Римов или Парижа. Ростов – родной город. Такого я еще нигде не видела. В кафе, в ресторанах, в гостинице, везде местные пейзажи. Это замечательно. Кажется, люди здесь очень любят свой родной город. Любят его историчность и берегут эту любовь. Кажется, что они не хотят копировать чужое, а строят будущее на достижениях своего прошлого. Их ведь немало в нашей культуре. Молодцы, ростовчане! Ну вот наш номер довольно просторный, полулюкс, за 2,300. Это очень здорово. Картины, опять же, никаких сторонних городов. Ростовский Кремль на всех картинах. И потрясающие три окна, которые выходят на центральные улицы. Гостиница буквально, не знаю, в нескольких метрах от Кремля. И из этого окошка даже видно купола кремлевских церквей. А на окошке можно приятно провести время. Широкие стены, широкий подоконник. На самом деле вид потрясающий. И три окна, выходящих на тихую пешеходную улочку, это нечто. Но в целом гостиница, конечно, не вариант для любителей элитных услуг. Далеко не премиум класс. Приятный эконом, хороший вариант для размещения на выходные, тем более за очень приемлемую цену. Насчет завтраков они комплексные на выбор. С яичницей, кашей или блинами. А я покажу вам ванную комнату. Вот такая ванная комната, достаточно просторная. Чистенькая, надо отметить. Только ванны не хватает. Есть душевая кабинка. Мебель не новая, холодные полотенца тоже не сверкали. На потолке подтеки, а в душе на край не перепутана горячая и холодная вода. А еще слышимость довольно высокая. Но все это мелочи на самом деле. Рассказываю лишь для честности репортажа. На наши впечатления такие нюансы не повлияли. А еще в Лионе очень отзывчивый персонал. Нам позволили выселиться на полтора часа позже и не взяли за это ни копейки. Этот город просто создан для релаксации, для успокоения и отдыха. Здесь, на этом подоконнике, можно приятно устроиться и почитать книжку, глядя на проходящих мимо жителей Ростова-Великого, туристов и купола кремлевских церквей. В Ростов многие приезжают посмотреть на Кремль, а я все вокруг да около. А потому что вокруг и около тоже очень красиво и интересно. Но Кремль, конечно, невозможно проигнорировать. Кремль выглядит очень мощным и очень впечатляющим, учитывая то, что это вовсе не Кремль, и все это строилось не для оборонительных целей. Именно в этом прекрасном Кремле снимались сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Мне здесь очень нравится. Я сразу вошла в образ и немного побегала по стене. Как это делали герои фильма, «Иван Васильевич меняет профессию». Ничего странного, просто весело мне было. Стена внутри разной ширины, в некоторых местах она очень узенькая. Ну, в принципе, вдвое можно разойтись, но если бежать, то вряд ли получится. Если на стене я чувствовала себя очень смело, то вот в башне у меня дрожали колени и тряслись все жилки. Вот какая трещина. Каменная часть лестницы – это цветочки. Впереди ждала конструкция, которая теперь мне будет сниться в кошмарах. Необычная башня. Страшная. Опять эти деревянные ступеньки. Мне кажется, это самая страшная лестница, по которой я поднималась. Даже замки в Польше старинные, узкие, они не такие страшные, потому что эта деревянная конструкция, блин, я не знаю, может, потому что я высоты боюсь. На этой лестнице осталось полжизни. Она очень страшная. В том, что стоило преодолеть страх, вряд ли кто-то со мной поспорит. Зато после этой лестницы мне, как человеку, который вообще-то боится высоты, смотреть вниз и в сторону было совсем не страшно. Забавно. Между куполами летают чайки. Панорама отсюда открывается просто потрясающе. Она очень необычная, потому что озеро, которое уходит просто в горизонт, идет дождь, и горизонт просто сливается. Оно напоминает море. И здесь же купола церквей. Вниз мы не спешили. И страшно было снова возвращаться на эту лестницу. И дождь спустился. Гуляя по Кремлю, не пропустите низенький свод в стене. Он открывает митрополичий сад. Вообще, надо от везде заглядывать. Вдруг там что-то интересное прячется и проверяет вашу сообразительность. Небольшая историческая справка. Все это раньше было резиденцией архиереи в Ростово-Ярославской епархии. Поэтому Кремль, и не совсем Кремль, оборонительными функциями он не обладал. А в саду выращивали яблони, смородину и огород сажали. Десять минут назад шел ливень, сейчас выглянуло солнце и даже становится жарко. А в этом саду митрополичьим есть еще и травяной чай, который можно попробовать, который очень хочется попробовать. В Лапке, кроме чая, можно попить спитень и медовуку. А еще прикупить мед и варенье. Веселая женщина-продавец заверила, что варят его исключительно из ягод, выращенных в стенах Кремля. Кремлевское варенье получается. В Москве одно название стоило бы пару сотен. Пахнет часть чабреца. Вместе с травяным чаем мне предложили еще свежеиспеченный пирог с лишней. Говорят, что они здесь самые вкусные. В Кремль еще вернемся. Оказывается, мы попадаем на ночь в музеев и вечером нас ждут не только бесплатные выставки, но концерт и некое шоу огней. Заманчиво. Пока имеет смысл погулять по городу и попытаться найти какие-то уникальные особенности. Вот одна из них. Где-то есть заводы градообразующие, а тут их место могут занять гостиницы. Вот какую деталь наблюдаем мы в Ростове Великом. Здесь все вокруг гостиниц. Есть гостиницы и рестораны, гостиницы, например, трактиры. Есть гостиницы, в которых расположены музеи. То есть как-то вся жизнь в городе сконцентрирована вокруг гостиниц. Рестораны, если они не при гостиницах, довольно большие. Наверное, чтобы в них сразу можно было справлять свадьбу, юбилей или другой массовый праздник устроить. Днем работают тоже, хотя народу, мягко сказать, немного. Пообедать мы решили блюдами традиционной русской кухни. Борщ, сало и помпушки. Кстати, в ресторане мы совершенно одни. В Ростове русская кухня самая популярная. Хотя нам встречался турецкий ресторан и грузинский. Готовят вкусно, немного жирновато, по-домашнему одним словом. Перед поездкой в Ростов я составила себе не только список ресторанов, но и музеев. Все-таки на проливной дождь рассчитывала. Но погода с милостью велась и хотелось только одного – гулять и дышать. Из уважения к моему списку решили зайти в музей ростовского купечества. Прежде чем посетить экспозицию, нужно экипироваться в бахилы. Мы готовы. Почему-то хочется рассказать не об экспозиции, а про обстановку. Мы были единственными посетителями. Для нас включали свет по очереди в каждом зале. И тихой поступью смотритель шел по следам. Только одна женщина попыталась снять это напряжение и рассказала нам об одном из экспонатов. А в целом было даже как-то неловко дышать под таким присмотром. Странное впечатление вообще от посещения музея. Заходишь в зал, нас два человека, больше никого и смотритель. И смотритель смотрит за тем, как мы смотрим. Вообще забавно. Сувениры и покупки – обязательная часть любого путешествия. Даже если ты не планируешь бегать по ярмаркам, невозможно лишить себя ну хоть какой-то мелочи из поездки. В Ростове часто произносят слово «финифть». Я не знала, что это такое. Оказывается, вид прикладного искусства. На металлической подложке с помощью стекловидного порошка эмали создают художественные произведения. И украшения тоже. Много с цветочными орнаментами. Но можно найти и более простые молодежные варианты. Девочка остается девочкой, поэтому из всех ростовских сувениров я предпочла выбрать что-то из ростовской финифти. Роспись по эмали. И вот такой браслетик с сережечки теперь у меня есть. Вечером, по большому счету, в Ростове-Великом делать нечего. Рестораны, ну, они везде одинаковые. Там живая музыка, неживая клубы – это все неинтересно. Но нам повезло. Мы попали, оказывается, на ночь музеев. И ростовский Крем тоже участвует в этом проекте. И его двери сегодня открыты до 11 вечера. И там планируется большая программа. Время близится к вечеру, но ростовский Кремль открыт. И туда заходят люди. Пойдем и мы. Музей основан еще в 1883 году, как Ростовский музей церковных древностей. Огромные залы. И сейчас занимают кадила, подсвечники и иконы. Я точно не знаток этих экспонатов, но атмосфера там впечатляющая. Ну вот так вот мы вечером бесплатненько познакомились почти со всеми экспозициями музея. Прошли по переходам. И послушаем джазовый концерт, который обещают сейчас. Вот почти и раскрылась секрет музыкального оформления этого ролика. Но прежде еще об одной интриге. В Ростове Великом получится реализовать идею, которая даже не каждому в голову придет. В этом городе можно пожить в Кремле. Вот эта историческая гостиница «Дом на погребах». Мы живем прямо в самом центре, в двух шагах от Кремля. Но в Ростове Великом можно жить еще ближе к центру. Жить в самом Кремле, вот в этой гостинице. Она действительно находится по стенам. То есть, когда вы будете бронировать гостиницу в Букинкоме и увидите геолокацию внутри Кремля, это не ошибка. Это реально такое может быть в России, в Ростове. Не бойтесь заглянуть на сайт гостиницы. И не думайте заранее, что цены там не для вас. Вполне демократичный вариант для ночевки. На закате здесь особенно волшебно. В окошках загорается теплый желтый свет. Можно представить, как раньше горели свечи и церковные служители читали вечерние молитвы. Этот Кремль самый удивительный из тех, что я видела. В одних стенах у музея церковных древностей и лавка, где вместе с чаем продают медовуку. Здесь можно снять гостиницу. В Кремле есть гостиница, подумать только. И тут же играют джаз. Кремль и джаз. Разрыв шаблонов просто. Спасибо Стасу Майнугину за чудесный вечер и знакомство с его музыкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Новый день, новый Ростов. Мы думали, что город станет пустынным. Туристы, которые катались по Золотому кольцу, уехали. Ночь в музей прошла, местные отдыхают дома. Но нет, по всем улочкам сновали какие-то команды. Жизнь кипела не меньше, чем накануне. Нам везет на мероприятие. Вот сегодня здесь тоже проходит какой-то праздник и что-то связанное со спортивным ориентированием. Видимо, российский азимут. Этот городской сад находится прямо на берегу самого озера Нера. Сегодня здесь очень людно, но от этого и весело. Вчера здесь было не так много людей, но я думаю, что это приятное место для того, чтобы погулять здесь, погреться на солнышке и посмотреть на прекрасное озеро. Это единственное обустроенное место на озере. Остальной берег такой, как природа задумала. Говорят, он илистый и залежи ила на дне уходят на 20 метров. Наверное, поэтому купаться здесь нельзя даже летом. В парке хоть и не совсем набережная, зато прогулочная зона с соответствующим уже шумным городским настроением. Здесь почти как на море, почти как на морской набережной. Воздух свежий пахнет водой и пахнет свежей зеленью. Очень приятное место для прогулок. Ростову есть чем удивить тех, кто мало что ждет от небольшого города. Величественный Кремль, который никогда не был оборонительным сооружением. Там есть гостиница, там играют джаз, там рядом музей церковных древностей и лавка, где продают медовуку. Кстати, в этом городе можно устроить дегустацию русских напитков. Медовуха и спитель в меню каждого кафе и ресторана. В каком-то меню мы видели даже хреновуху, но попробовать не рискнули. Оставим на другой раз. Многим кажется, что в маленьких городах ничего не происходит. Они живут каким-то покоем на грани скуки, но нет. По крайней мере, в выходные в Ростове жизнь кипела. Кроме этого, город очень живописный. Нас он принял цветущим и ароматным. Его динамика не превратила путешествие в суету. Хотя скучать было некогда, но ощущение спокойствия не покидало. Это удивительный факт. Может, потому что сам Ростов в своей архитектуре сохранил какую-то патриархальность. Он словно замер в прошлом, законсервировал былой вид и дух. Величественный и размеренный. Все-таки суетливость больше примета простого народа. А тут митрополиты и архиереи, между прочим, жили. Здесь нас окружали купола. Сопровождал очень музыкальный звон колоколов. Вместе с тем ощущалась тишина. В центре города почти нет автомобилей. Все где-то там, за окружной дорогой. Природа потрясающая. Чего стоит озеро Нера, которому около 500 тысяч лет. Оно увеяно тайными легенд. И не испорчено производителями услуг. Здесь нет пляжей и шезлонгов. На берегу хоть и есть несколько гостиниц, но рядом с озером чувствуется, что оно настоящее. Не приукрашенное набережными и причалами. Оно живое. И пока не дает человеку себя покорить и подстроить подхочу туристов. Да, здесь, конечно, абсолютный релакс. Сюда можно приехать за покоем, тишиной. И за прекрасными-прекрасными видами озера. Оно чудесное. Эти выходные не были скучными, но были спокойными и красивыми. Спасибо, Ростов. И за погоду тоже. Мы убегали от дождя. И здесь нам удалось спрятаться. Многие тучи в самом деле проходили мимо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин